Дворец культуры, который уже 60 лет дарит людям праздник, 2 декабря сам стал виновником торжества. Все цветы, улыбки, поздравления, напутствия были адресованы ему, любимому всеми салдинцами дворцу. Наверняка всеми, потому что вряд ли найдется в верхней салде человек, которого бы ничего не связывало с дворцом. Здесь отмечают юбилейные даты коллектива цехов в СМПО. Здесь играет вальс Мендельсона для салдинских женихов и невест, и здесь звучит школьный, прощальный вальс для выпускников. Здесь отмечали столетие легендарного Агаркова. Здесь акционеры выбирали генеральным директором в СМПО Владислава Тетюхина и задавали вопросы всем областным губернаторам. Здесь присягал, вступая в должность, глава округа Константин Ильичев. И здесь принимают присягу юные кадеты. А для многих салдинских детей Дворец культуры имени Агаркова – это место, где можно здорово провести время. Причем не только на праздниках, но и в многочисленных кружках художественной самодеятельности. Праздничный концерт. Теплые слова в адрес юбиляра, подарки, именинный торт. К традиционным атрибутам празднования именин прибавились эмоции от встречи старых добрых друзей, бывших работников Дворца культуры. Приятные моменты воспоминаний, фотосвидетельства, успехов и достижений прожитых лет. В начале представления, честно признаюсь, я человек, в общем-то, не очень сентиментальный, но слезы были очень близко на путь, боялась не сдержаться. Вот мы с Лидией Гавриловной только что говорили. Она решила сказать, это мой второй дом. А потом мы сообща пришли к выводу, нет, это первый наш дом, а второй уже дом. Да, это наш первый дом. Ну что вы пожелаете сегодняшнему Творцу, сегодняшним его коллективам? Желание одно – жить, творить и радовать людей, как они это делают в 60 лет. Вы знаете, это только трудиться надо. Это всю жизнь трудиться, искать какие-то новые варианты, новые актеры, новые певцы, новые танцоры бесконечно. Дворец культуры имени Агаркова для салдинцев всегда имел особое значение. Горожане приходят сюда за эмоциями и радостью, которые им дарят артисты. Самодеятельные артисты, которые были, есть и будут главной творческой составляющей истории Дворца. Актеры, вокалисты, танцоры, музыканты – они же инженеры и учителя, плавильщики и токари. Это люди, которые не мыслят свою жизнь без творчества, как солдат не мыслят себя без Дворца. О людях, которые дарят нам праздник, говорил во время выступления Ив Владислав Валентинович Титюхин. Колоссальная благодарность Дворцу, его работникам, тем людям, которые приходят здесь, посвящая себя тем, кто здесь присутствует и наслаждается их музыкой, их танцами, их песнями, их творчеством. Поэтому позвольте от вас сделать такой подарок, который сделал в московском, в Довске, он гордистый, здесь посол трубач. И толк этого культурного центра трубить, возбуждать, пробуждать. Присоединяясь к добрым пожеланиям, добавим слова надежды на то, что наш Дворец сохранит свое предназначение быть центром творческой жизни города, образцом вкуса, не забывая о миссии просвещения и воспитания, ради которой его выстроили и открыли 60 лет назад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА